Салам алейкум. Вот сегодня собрались все, Джаамат Силагин и Тебе. Мы возмущены тем, что из года в год увеличивается число жертв именно на этом участке дороги. Я хотел бы обратиться к главе Республики Дагестан Сергею Алину Ильичу Меликову и министру транспорта и связи Салау Джамбулату Шатийовичу. Пожалуйста, помогите нам. У нас нету 4-5 поворотов штатных, нету кармашек. Машина, сколько столкновений было с машинами, которые поворачиваются, не соблюдают правил дорожного движения. И, как упоминали, нету тротуаров. Сколько сбивает почти кассики. И начали сейчас людей на смерть сбивать. Около 40 лет, если не больше, вот эта либеральная трасса проходит через наше село. И ни разу не было, что здесь что-то хорошее делалось для безопасности людей. Очень прошу вас, пожалуйста, помогите, сколько можно терпеть. По поводу проблем вдоль трассы в Селеге-Метюбе. Здесь трасса протяженности более 2000 метров, где больше половины нету тротуаров для пешеходов. И пешеходных переходов очень мало на такую протяженность дороги. Всего 2 пешеходных перехода. Хочется обратить внимание компетентных людей на эту проблему. Ибо здесь живут люди, люди, которые по сей день терпели. Но здесь буквально позавчера сбили человека насмерть. Человек проходил по той дороге, где нет пешеходных тротуаров. Надо на это обратить внимание. Я только хотел добавить, что этому селу около трех сетек лет на федеральные трассы, как говорили, не более 30 лет. За это время, вот как мы сейчас сказали, уже на десятки исчисляется число погибших. И голора искалечены. Вот ребята переходят дорогу. Нету пешеходного перехода. А откуда проходить? Женщину, которую сбили 3 дня назад. Это где-то здесь недалеко. Вот это вот здесь, где этот человек. Где нету тротуара. Там она проходила по обочине. И случилось несчастье. Вот здесь у нас строится футбольное поле. Вот после завершения дети сюда будут ходить на футбол. И как вы скажете нам своих детей отправлять в такие места? Где они будут ходить? Отром на футболе. Футболе. Пора, пора, пора. Футболе.